А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 21 августа, день Мирона, назван в честь памяти святого отца Мирона Чудотворца и епископа Критского. Силою Божию сотворил он много чудес и других дивных дел. Во время наводнения одному знатному мужу нужно было перейти реку. Святой Мирон остановил ее течение, пока опомянутый муж, перейдя реку, снова не возвратился обратно. Святой Мирон отошел ко Господу столетним старцем. Всю свою жизнь он посвятил Богу путем исполнения его святых заповедей. Погода с этого дня становится по-настоящему осенней. Начинают дуть достаточно сильные ветры. Поэтому и день прозвали Мироном Ветрогоном. В этот день было принято собирать в лесу ежевику. Эта сочная кисло-сладкая ягода обладает большими целебными свойствами. Наши предки об этом знали и использовали ежевику как противопростудное и патагонное средство. Ценили ежевику за ее аромат и вкус. Сегодня из собранной ежевики готовили кисели, компоты, вина, настойки и пастилон. В ход шли ее листья. Их заваривали как чай. Смешивались с листьями смородины и земляники. Получалось вкусное поливитаминное средство, укрепляющее организм перед зимой. Приметы. Каковы Мироны Ветрогоны, таков январь, батюшка. В этот день смотрят в полдень на воду в реках и озерах. Коли вода тиха и осень будет безветрена спокойно, а зима без вьюг и злых метелей ляжет. Если утром появляется ини, это к богатому урожаю на следующий год. Если сегодня плохая погода, то ненастье продержится аж до бабьего лета. Все слышали об оздоровительной цели поста для физического тела. И мало кто понимает механизм этого явления. Мы буквально вчера, Геннадий Петрович, со своими родителями приняли решение, что мы отказываемся от белковой пищи, но... От животной. От животной, да, от животной, от животной белковой. Естественно, от алкоголя. Но иногда можем позволить себе молочное. Решили мы так и порадовались. Что вы скажете об этом? Ну, прежде всего, смотрите, для того, чтобы шла оздоровительная реакция во время поста, мы отказываемся от продуктов, это от белковых продуктов животного происходили, от жиров животных, ну, желательно и растительных, высокоратительных, но тем не менее, жиров. От... Стараемся меньше есть крахмалистой пищи. Это пирожки, конфетки. Пирожки, оказывается, да. Стараемся есть меньше сахара. И соли, что ли? И, да, оказывается, и соли. И теперь начнем разбирать, почему это получается. По пунктам. А заодно как раз будем готовить салатик, который поможет нам во время поста и вообще, как разрузочный, во время разрузочного дня приобрести здоровье. Смотри, что такое белковая пища? Животного происхождения. Да, оказывается, белковая пища животного происхождения – это своего рода белковый клей. И особенно, оказывается, казиновый клей делали из продуктов животного происхождения именно молочных. И он оказался самым прочным столярным клеем для того, чтобы клеить там стулья. И, естественно, когда слишком много мы употребляем продуктов молочного происхождения, особенно там творога, в котором вот этот казин белок есть, то получается, что избыток этого белка, от которого у коровы растут копыта, рога и шерст, у нас таких нету, он клеит нам сосудики, образует различные там камушки и так далее и тому подобное. Видишь, что получается? Молоко клеит сосуды, если без перерыва его употреблять? Оказывается, если много человек употребляет молока, ну если одно дело стаканчик в день, нормально, ну пусть пол-литра, пол-литра, это максимум, то еще нормально. И хотя бы даже через день. Если же он употребляет примерно там палитрику и вроде бы чувствует себя здоровым, тем не менее, процессы с сосудами, процессы отложения вот этих различных клеящих веществ начинаются. И поэтому, чтобы их вывести из организма, надо на какое-то время отказаться от молочного питания, вообще от пищи, которая содержит белок. Почему? Организм сам начинает искать резервы, когда белка в организм не поступает, он лишнее пережигает, выводит удачно. Пережигает? Организм пережигает? Да, да, да. Оказывается, у нас... Что такое пищеварение? Пищеварение это превращение вещества, допустим, белкового вещества в конечные продукты, которые должны выводиться. Что это за конечные продукты? Ну это, как правило, мочевина и белок. Так вот, может на стадии там мочевины застревать, и эти соли мочекислые начинают откладываться по всему организму, начинает возникать подагра, мочекислые там камушки и так далее и тому подобное. А когда нет белка, организм начинает сжигать что? То, что осталось с зимы? Их окислить, потому что именно белковые продукты в виде вот этих солей, мочевины и прочего откладываются в нашем организме. Когда их нет, а поступают наоборот, знаешь, не кислые вещества, а вот щелочные, как в салатике, который сейчас делаем, то получается, что вот эти вот щелочи начинают растворять... Разъедать залежи вот те, да? Да, мочекислые отложения и их выводить. Это очень интересное такое явление. Поэтому как раз мы готовим салатик, который будет способствовать очищению от там разного рода мочекислых солей. Давайте тогда опишем, что мы будем использовать. Здесь у нас на столе находятся и зеленые огурчики, и зеленый салат, это и рукола. Ну, здесь может быть любой. Хочешь айсберг, да? Хочешь китайский салат, просто вот зелень. И побольше зелени, именно листовой зелени, потому что она как раз обладает щелочными свойствами, которые начинают растворять все кислое. Все, что у нас закислено, начинается растворяться. Ну, у нас есть и помидорчики, ну, у нас черри могут быть большие. Помидорчики, дело в том, что если они свежие, они нормальные, они имеют тоже такую щелочную природу. Более того, здесь содержится жидкость, которая структурно способствует растворению всех этих отложений. Хорошо, я поняла, что отказ от белковой пищи животного происхождения способствует тому, что в организм перестают поступать вещества, которые способствуют развитию такого склеивающих каких-то элементов внутри твоего тела. И поэтому в течение, ну, там, 49, например, если про Великий пост говорить, у тебя перекрывается кислород этого клея, он не поступает. А те остаточки клея, которые, ну, вот так вот прям засохли где-то, они вычищаются вот этой самой щелочной зеленью всей. Да, да, совершенно верно. Это по белку. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!